Оленька, милая, ну блин, зачем этот прямой эфир? Зачем этот стрим? Сходи срочно в туалет, ведь нельзя так долго терпеть. Ну как же так? Целый день и не была в туалете. Ну честное слово, ну что же это такое? Всем огромный-преогромный привет. Спасибо, что заглянули на мой канал. И как всегда, огромная благодарность, что смотрите меня. Пишите свои комментарии, также ставите лайки и подписывайтесь. Ребят, давным-давно, что-то я не заглядывала на канал Оли Быковой, деревенский дневник очень многодетной мамы и мать-героини. Ну, решила заглянуть, вы мне как-то напомнили это в прямом эфире и где-то напоминали в комментариях. Но, если честно, там всё настолько одинаково, что мне уже не хотелось вообще ничего обсуждать. И сейчас вот буквально сегодня решила посмотреть, что там. И да, меня немножко взволновали названия видеороликов, где прям вот три ролика, два ролика и один стрим связан как-то с болезнью ребёнка. И я почему-то думаю, нет, мне нужно заглянуть туда. И я уж прям перепугалась, думала, что-то очень серьёзное. И мне прям Олю стало настолько жалко. Ну, блин, я тоже мама, у меня тоже дети, она тоже мама, у неё много детей. И, знаете, вот какая-то такая женская солидарность заставила меня всё это посмотреть. И, честно, я таки не поняла, для чего снималось столько роликов по поводу этой болезни. У девочки аллергия. И Оля там прям вот в шоке, она не знает, что делать. И она прям показывает, как и в больницу они едут. И вот она рассказывает. И, знаете, я сначала где-то под видеороликом хотела вставить даже в комментариях свои пять копеек. Потому что сама сталкивалась с аллергией у детей. И думаю, ну, может, какой-то отдельный совет дам. Но что-то меня остановило. И хорошо, что остановило, потому что на стриме Оля уже поясняла, что вот там пишут какие-то там комментарии и, в общем-то, советуют там прям чуть ли не целый расклад на ребёнка сделают и всё прочее. И я, в общем-то, решила не лезть. Думаю, никакие советы ей не нужны, ни к чему она точно прислушиваться не будет. И оставила всё это дело. И до сих пор я не поняла, зачем было снимать столько видео на тему аллергии у ребёнка. Ну, хотя, вы знаете, у неё постоянно какие-то видео с одними проблемами. И эти проблемы приводят к одному. Это к сбору средств. Тогда Оля болела, всё снимала видео перед тем, как в роддом ехать. И это привело к чему? К платной палате. Здесь я не знаю. Конечно же, пусть побыстрее поправляется девочка. Она такая хорошенькая, такая красивенькая. И пусть побыстрее они найдут этот аллерген, на что аллергия, и подберут правильное лечение. Дальше у Оли последний стрим. Это снова какая-то катастрофа. Снова что-то случилось. Ну, думаю, ну что же там случилось? И решила, знаете, так, с перемоткой посмотреть, что там такое. Оказывается, её работники, которых она нанимала с Узбекистана, они что ли, или Таджикистана. Я, в общем, что-то попризабыла. Собираются Олю оставлять, то есть собираются ехать в Москву на новую работу. И у Оли прямо катастрофа века, что они её предупредили. И у неё всего лишь пять дней для того, чтобы найти новых, скажем так, рабочих. Новую няню и нового помощника по хозяйству. Я, конечно, не знаю, в чём причина, почему они решили сменить место работы. Но она даже садила с собой на стрим на зиму, или как её, на зима, или на зима. В общем, как правильно ударение ставится, я не знаю. И та тоже пыталась сказать, что Оля идеальная мама, она лучший работодатель. И вот это они виноваты. Вот так захотел муж. Но мне почему-то кажется, что муж неспроста так решил. Возможно, ему действительно было тяжело справляться с хозяйством. Хотя его жене, как она говорит, достаточно легко было. Но я тоже думаю, что ей всё-таки было нелегко. Вы представьте, сколько детей. Оля сидит в стримах. Оля снимает видеоролики. И Оля в разъездах. И когда ей заниматься детьми. И вот всё вот это легло на плечи этой няни. Плюс она не только няня. Она ещё и готовила кушать. И я думаю, что ещё и наводила порядки. И всё вот это вот как бы соединилось в одно. Мужу тяжело. Ей тоже. И они всё-таки решили оставить это место работы. Ну, не знаю. И, возможно, ещё этот слезливый стрим снова ведёт к чему? Это к сбору средств. Ну, потому что у Оли что не видеоролик, то слёзы. И всё это, ну, сводится к одному. Да, там на стриме снова ей писали, что ты снова собираешь деньги. Да вот у тебя лишь бы эта полосочка длилась. Там что-то такое. Комментарии эти, по-моему, удалялись. Но Оля с такой гордостью говорила, что... Ох, вы вот своим комментарием очередной раз напомнили, чтобы я зрителям напомнила, что у нас есть донат, и мы собираем на летнюю кухню. Ну, в общем, и она особо не парится, и она не стесняется. И чем дальше, тем для неё всё это проще. И, знаете, ещё один стрим мне попадался. Я даже его, по-моему, посмотрела буквально пару минут в перемотке. Там, где Оля была в солнечных очках. Ну, это было вообще что-то с чем-то. К чему это, не пойму. Во-первых, эти очки совершенно ей не идут. Это какие-то вообще мужские, какие-то маленькие. Зачем она их вечером надела? Было непонятно. И вот это было у неё прям как интрига. Я понимаю, кто больше даст, тому и открою, почему я в очках. А, собственно, просто так. Кстати, сегодня в видеоролике она тоже была в очках. И очки уже у неё были на голове. Там, где она везла свою дочь в Москву то ли поступать, то ли что. Видеоролик я просто не досмотрела. В общем, Оле всё как обычно. Проблемы какие-то. И, как всегда, сбор средств. И это у неё, по-моему, главное. И даже сегодня сидит вся такая растрёпанная, лохматая. И ей написали, чтобы она причесалась там. А она... Нет, я не буду. У меня весь день ребёнок на руках. Я и в разъездах. Я очень устала. И вообще, я не ела сегодня, не пила и даже в туалет не ходила. Оленька, милая, ну, блин, зачем этот прямой эфир? Зачем этот стрим? Сходи срочно в туалет. Ведь нельзя так долго терпеть. Ну, как же так? Целый день и не была в туалете. Ну, честное слово. Ну, что же это такое? В общем, не знаю, ребят. Это тоже какое-то маскарадное шоу. Это, не знаю, наверное, она одна такая. Хотя, я не знаю, может, ещё есть такие уникальные блогеры, как Оля. Если что, подсказывайте. Обязательно посмотрю. В общем, ребят, вот такой вот кратенький совсем обзор на последние видеоролики Оли. Мужа я её не смотрю, хотя как-то было, заглядывала на его канал. Но, если честно, я не люблю смотреть мужчин, которые вот как-то, знаете, льют слёзы, жуют сопли. Это я, знаете, образно всё так, образно. И не нравится мне такое. Поэтому я туда не заглядываю. В общем, и у меня всё, мои хорошие. Пишите свои комментарии. Высказывайте своё мнение. И также не забывайте ставить лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, добра, позитива и улыбок. Ну и главное, ну главное вы знаете. Это здоровье. Берегите себя и своих близких. Пока. Пока. Пока.